Наши новости в эфире телеканала ИТВ, в студии для вас работает Александра Пермякова и чем сегодняшний день запомнился нашим корреспондентам. Вы узнаете прямо сейчас. Инвесторы готовы вкладывать. Иностранцы считают Крым уникальной средой для бизнеса. Работа Ялтинского международного форума в разгаре. Встреча с жителями Симферополя, контроль за строительством объектов ФЦП, а также выдача новых квартир. Глава администрации города отчитался о проделанной работе. Пока все совпадает. Есть определенные работы, которые необходимо усилить. Все это указывается прямо на месте. Развитие экономической среды на полуострове продолжается. Ялтинский международный экономический форум демонстрирует хорошие результаты. На площадке уже подписан ряд контрактов о сотрудничестве. Какие проекты хотят реализовать в Крыму и что препятствует развитию экономики? Обзор по итогам двухдневной работы форума смотрите далее. На второй день форум посетили вице-премьер правительства России Дмитрий Казак и замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Аксенов презентовал гостям инвестиционный потенциал республики. Это строительство транспортного перехода через Керченский пролив и терминалы международного аэропорта Симферополь, а также проекты жилых комплексов. Ялтинский экономический форум в самом разгаре. За два дня работы подписано соглашение о реализации инвестпроекта, предусматривающего строительство мощных сельскохозяйственных комплексов по переработке мяса, молока и растительной продукции. Также в Крыму собираются инвестировать в строительство многофункционального рекреационно-развлекательного и жилого комплекса в Евпатории и в строительство культурного комплекса с пансионатом. Аксенов пообещал лично контролировать реализацию инвестпроектов. И это еще не все контракты, которые подписали на форуме. Российскую Федерацию никто санкциями на колени не поставит. Это абсолютно бесперспективный, тупиковый путь. Но уверен, что наша с вами работа приблизит как раз конец этого достаточно прохладного периода. Поэтому вам спасибо огромное. Надеюсь, что мы сможем удовлетворить ваши запросы, все без исключения, дать вам максимум информации. В Крыму необходимо развивать туристическую отрасль, в частности, лечебный и горный туризм, говорит спикер Крымского парламента. Кроме этого, виноделие, легкую и перерабатывающую промышленность. Константинов считает, что Крым уже законодательно адаптировался к новым экономическим условиям. У нас есть большие возможности в легкой промышленности, перерабатывающей промышленности, потому что у нас тут сформировалось очень большое количество людей, которые могли бы там задействованы. Например, у нас сложности есть с набором людей, у нас реальный дефицит людей, например, в строительстве, в транспорте. Проблему нехватки профессиональных кадров в разных областях помогает решить Крымский федеральный университет имени Вернадского. Наука не стоит на месте. Развивается так называемая цифровая ноосфера, которая объединяет в себе экономику, науку, инновации и другие сферы жизнедеятельности. По словам ректора ВУЗа, такая концепция расширяет и рыночные границы. Создан у нас, что называется, дата-центр, то есть центр обработки данных. Это мощная серверная установка, которая позволяет оказывать услуги и давать сервисы не только на уровне федерального университета, как через облачные технологии, по открытому доступу, так и через защищенные системы. На площадке форума идет активная работа. Проходят десятки секционных заседаний, где эксперты со всего земного шара обсуждают перспективы экономического Крыма в условиях действующих санкций. По сравнению с предыдущими годами Крым стал популярнее среди иностранцев. Если в первый раз Ялтинский экономический форум посетили представители из 12 стран, в прошлом году 26, в этом году число стран-гостей возросло до 46. Анастасия Калугина, Служба новостей ТВ, Ялта. На бизнес-платформе в рамках Международного экономического форума власти и потенциальные инвесторы ведут диалог для того, чтобы улучшить экономическую обстановку в Крыму, несмотря на западные санкции. Сегодня Крым – это интересная площадка для строительства. Отмечают это не только гости форума, видя перспективу развития полуострова. Создается определенная комфортная рабочая атмосфера для того, чтобы форум достиг своей практической цели. То есть помог бизнесу адаптироваться в Республике Крым к новым правилам, уже к новым реалиям. Мы попытались пригласить сюда всех практически заинтересованных лиц. Здесь присутствуют представители комитета Государственного совета, члены Совета Министра в Республике Крым, глава администрации Республики Крым. И вот на самом деле считаем, что по итогам этого форума будет заключено достаточно большое количество соглашений, в отличие от средней экономики, в результате которого мы нуждем. На ежегодный Ялтинский международный экономический форум приехали более полутора тысяч участников из стран Европы и Азии. Это политики, дипломаты и бизнесмены. Основная задача форума – наладить деловые отношения между странами, узнать, как вести бизнес на территории полуострова, найти инвесторов, а также рассказать о перспективном развитии Крыма. На выставке инвестиционных проектов представлены объекты, предлагаемые не только к реализации, но и уже существующие в Крыму. Генеральным партнером секции строительства как драйвер экономического роста в Российской Федерации стала строительная компания «Монолит». На форуме она представила два инвестиционных проекта – рекреационный комплекс «Золотые пески» в Евпатории, который создан со всеми условиями для семейного отдыха, и масштабный проект комплексной застройки территории в городе Симферополе. «Что важно для города? Это необходимость всех социальных объектов будет соблюдена. Это детские сады, школы, это достаточно серьезные спортивные сооружения. Мы поддерживаем это, тем более есть социальная нагрузка, которая дает городу достаточно серьезный процент по жилью для наших нуждающих. Я думаю, что если он будет реализован, а он будет реализован, то это будет украшение для всего Крыма». Свои коррективы и толчок к новым изменениям в компании внесло такое значимое событие, как воссоединение Крыма с Россией. Сегодня строительная компания «Монолит» – это крупный инвестиционно-строительный холдинг, который ведет свою работу на территории полуострова более 11 лет. Серьезной миссией – изменить облик Крыма, сделать его ярким и современным. Компания ежегодно развивается и наращивает объемы строительства. «По сути, все последние три года ежегодно мы разрабатываем план по внедрению изменений, внедряем их во всех функциях этой финансы и производства, маркетинг и продажи, функция управления персоналом. То есть каждая функция развивается очень активно, очень много изменений внедрено, все они качественные, это и процессы, и технологии, и используемые материалы». Впереди у компании серьезные планы. Последние три года «Монолит» активно реализует федеральные и социальные программы, внедряет изменения, автоматизирует производство и планирует выходить за границы полуострова. Анна Остякова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Ялта. Администрация Симферополя продолжает следить за жизнью города и реагировать на обращения жителей крымской столицы. Геннадий Бахарев в рамках рабочего выезда посетил строительные площадки объектов ФЦП, а также провел совещание с жителями одной из многоэтажек Симферополя. По словам главы администрации, все проблемы города взяты под личный контроль и основные вопросы будут решены в ближайшее время. Первый важный пункт в рабочем плане – контроль за ходом строительства на объектах федеральной целевой программы. Геннадий Бахарев посетил микрорайон «Луговое», где к концу нынешнего года появится новая общеобразовательная школа. По мнению главы администрации, строительство идет по графику, однако на площадке необходимо установить видеокамеры. Это позволит следить за объектом в режиме реального времени и повысит эффективность работы. Пока все совпадает, есть определенные работы, которые необходимо усилить. Все это указывается прямо на месте. Конечно, намного уже мы сдвинулись с той мертвой точки, которая была полтора-два месяца назад. Думаю, что все, что запланировано по строительно-монтажным работам для ввода в эксплуатацию в этом году на территории города – это 9 детских садов и 5 школ – будет выполнено. Не остались без внимания и обращения граждан. Глава столичной администрации также посетил одну из улиц Симферополя и пообщался с жителями столицы. По словам горожан, в их доме на первом этаже недавно открылось кафе. Сотрудники общепита регулярно разгружают коробки с товаром в подъезде, а запах из заведения уже проник во все уголки жилых помещений. Решения конфликтной ситуации будут определены в сжатые сроки, отметили власти города. Самый лучший метод и способ – это, конечно, быть на месте, определиться с тем, какие проблемы, какие субъективные, какие объективные причины, и, конечно, найти решение данных вопросов. Я думаю, что по каждому конкретному сегодняшнему случаю мы еще раз встретимся для того, чтобы определиться уже в этапах и в форме решения вопросов, заданных нашими жильцами. Многие симферопольцы также обращаются в администрацию города с просьбой улучшить их жилищные условия. Сегодня две многодетные семьи получили ключи от новых квартир. В администрации города уверены, в дальнейшем все нуждающиеся получат свои дома. Егор Зайцев, Служба новостей ТВ. 21 апреля 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов, которых в середине прошлого века репрессировали. Однако сегодня крымские татары, армяне, болгары, немцы и многие другие отмечают 21 апреля как день, когда их права снова стали уважать. Указ Владимира Путина снял все несправедливые обвинения, приписываемые крымским народом в 50-е годы прошлого века. Сегодня полуостров отмечает третью годовщину подписания этого документа. В центре Симферополя настоящий праздник в честь 21 апреля – Дня возрождения реабилитированных народов Крыма. Я думаю, то, которое клеймо черное было поставлено на эти народы, оно президентом было снято. Снято раз и навсегда. Поэтому сегодня мы собрались здесь именно отметить этот день, праздничный день, праздничными мероприятиями. Я думаю, для Крыма это очень большое событие. Крым – это многонациональный, всегда был. И мы хотим, и живем, и стараемся жить в дружбе. Важно для всех. Я думаю, это многонациональный Крым. Так что надо, чтобы соблюдать, любить друг друга и уважать друг друга. Все нормально. Мы всех любим, мы всех принимаем, мы всех угощаем. Угощайтесь, пожалуйста. В течение долгих лет репрессированные народы считались пособниками оккупационного режима в период Великой Отечественной войны. Из-за этого весной 1944 года они были депортированы в самые удаленные уголки Союза. Был психологический момент, оставался, свидетельствующий о том, что люди были репрессированы, законно это было или незаконно. Сегодня мы знаем, что это было незаконно, то есть это психологический аспект. Однако теперь одна из главных задач крымской власти – комфортное сосуществование представителей различных народностей, населяющих Крым. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Недалеко от Керчи курсирует беспилотник. Он совершил уже шесть кругов над местом крушения судна «Героя Арсенала». Аппарат используется МЧС России для поиска пострадавших в тех местах, куда невозможно добраться с суши и моря. Благодаря летательному аппарату удалось обследовать около 12 километров прибрежной зоны. Кроме этого, спасатели направили на место крушения шесть судов, а также вертолет Ми-8. Всего поисковыми работами занимаются 235 человек и 40 единиц техники. Напомним, ночью 19 апреля сухогруз «Герой Арсенала» потерпел крушение в 27 километрах от Керчи. На данный момент удалось спасти одного члена экипажа. Работали группы по поиску как со стороны Краснодарского края, так и береговой линии Республики Крым. Со стороны Республики Крым обследовано около 25 километров береговой линии. На сложных участках рельефа местности работала группа по применению беспилотных летательных аппаратов. Мы продолжаем выпуск и вот о чем мы будем говорить прямо сейчас. Европейская неделя иммунизации в Крыму. Почему люди отказываются от прививок и к чему это может привести? Отказы мешают достичь 95% охвата вакцинации. Книги, визуальные карточки и специальная образовательная программа. Крымские педагоги повышают квалификацию для работы с детьми-аутистами. Не всегда педагоги владеют теми методиками, приемами, формами работы с такими детьми. Большинство крымчан, которые отказываются от вакцинации, делают это по религиозным соображениям. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, приуроченной к Европейской неделе иммунизации. Сейчас много противников этой процедуры, но специалисты уверены, вакцины приносят положительный результат. Против многих микроорганизмов успешно борются именно с помощью иммунизации. Плюсы и минусы данной процедуры расскажут наши корреспонденты. Вакцины приносят результат. Именно с таким девизом стартовала ежегодная Европейская неделя иммунизации. История возникновения первых опытов, направленных на создание современной вакцины, уходит в далекое прошлое. Первые вакцины были созданы для профилактики ОСП. Но теперь же панацея найдена против многих микроорганизмов и бактерий в виде подобных прививок. Искоренена практически дифтерия на территории Российской Федерации, на территории Республики Крым. Уже несколько лет не регистрируется данное заболевание. Не регистрируется уже как три года корь, краснуха. Эпидемический паратит регистрируется в единичных случаях. Коклюшная инфекция также наметила тенденцию к снижению с 2014 года. Врачи уверены, чем больше людей имеет иммунитет к той или иной болезни, тем меньше вероятность возникновения вспышек и эпидемии этих заболеваний. На сегодняшний день более 40% из отказавшихся крымчан от вакцинации сделали это по религиозным соображениям. Остальные боятся осложнения и проявления врожденных генетических патологий. В любом вопросе есть свои плюсы, есть свои минусы. Много проблем и в вакцинопрофилактики. Основная проблема – это отказы. Причем отказы разного направления. Отказы мешают достичь 95% охвата вакцинации и управлять вакциноуправляемыми инфекциями, снизить заболевание. Работа в направлении пропаганды иммунизации в Крыму ведется очень активно. За три года достигнуты большие успехи как среди детского, так и среди взрослого населения. На полуострове закупаются фармацевтические холодильники, которые соответствуют всем стандартам инсампином. Что же касается вакцин, то все медицинские учреждения укомплектованы ими полностью. На сегодняшний день обеспеченность у нас полная. Поставки с Российской Федерации еще не были осуществлены. Но у нас был запас своих препаратов, который позволяет выдавать в лечебные учреждения для иммунизации по графику людей, которые должны пройти свою прививку. Европейская неделя вакцинации продлится до конца апреля. В эти дни будет работать горячая линия, по которой специалисты будут отвечать на все интересующие вопросы. Мэри Бадунс, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Любые жизненные трудности можно преодолеть. Главное – вера в успех и совместная работа. Крымские преподаватели намерены повысить уровень образования детей-аутистов. Педагоги уверены, у ребят должно быть право на счастливое будущее. Для этого сегодня разрабатываются специальные программы и обучающие методики, которые смогут помочь особенным ученикам. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с аутизмом с каждым годом возрастает на 13%. В связи с этим педагогами разрабатываются новые образовательные методики для того, чтобы люди, страдающие нарушением развития головного мозга, могли свободно познавать этот мир. Сегодня на базе Симферопольской школы-интерната номер один прошел семинар для преподавателей и психологов. Цель мероприятия – повышение квалификации педагогического состава. В связи с тем, что обращение родителей с детьми с проблемами расстройства аутистического спектра аутизма возросло, стал актуальным вопрос обучения специалистов. Как же работать с такими детками? Поэтому мы в рамках мастер-классов будем делиться своим опытом специалисты нашего центра и специалисты феодосийской школы, те, кто уже имеют что-то, что рассказать, с педагогами-психологами Республики Крым. Большое внимание уделяется обучению детей с инвалидностью. Существуют специальные учреждения, в которых ребята, не похожие на своих сверстников, могут изучать научные дисциплины. Однако, по словам начальника защиты прав несовершеннолетних, распространена проблема, когда педагоги не обладают должными навыками работы с особенными учениками. В связи с этим результат от специальной образовательной программы сводится к минимуму. Не всегда педагоги владеют теми методиками, приемами, формами работы с такими детьми. Поэтому сегодняшнее мероприятие, сегодняшний семинар именно нацелен на то, чтобы показать, обучить, научить педагогов пользоваться этими методиками. В рамках семинара-практикума работают четыре секции. На них педагоги могут больше узнать о детском аутизме, а также разработать специальные планы уроков. Помимо этого, на стендах представлена развивающая литература и карточки с подсказками. Детям в форме игры могут рассказать об элементарных вещах и объяснить, как правильно вести себя в обществе. Для того, чтобы мы нехорошо и правильно могли понять и инструкцию учителя, и инструкцию воспитателя, требуется достаточно много визуальных подсказок. Например, чтобы ребенок мог попросить перерыв, попросить помощи, чтобы понял, что надо сейчас подождать. Каждое занятие требует составления визуального расписания, для того, чтобы ребенок четко понимал, чем мы будем заниматься и когда это закончится. Педагоги отмечают, метод формы визуального общения в образовательном процессе может использоваться и с детьми, страдающими нарушением слуха. Несмотря на жизненные трудности и возможные физические нарушения, все мы, люди, имеем право на нормальную жизнь. Поэтому работа крымских преподавателей и психологов направлена на то, чтобы обеспечить ребятам счастливое будущее. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Здоровым жить здорово. Именно с таким девизом полицейские и волонтеры на базе МВД России по Республике Крым провели профилактические мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних рассказывали молодым волонтерам об ответственности за содеянное, приводили примеры из служебной практики. Присутствовали на мероприятии медики. Они, в свою очередь, поведали молодежи, как распознать у человека состояние опьянения наркотическими или психотропными веществами и препаратами. Обучали правилам оказания первой медицинской помощи. Ребята рассказали о том, что они проводят много мероприятий, в том числе при взаимодействии с органами власти, с полицией. И проводят мероприятия, направленные на профилактику не только алкоголизма, наркомании, табакокурения, но и суицидов, ранних половых связей и многих других социальных проявлений. В селе Скворцово Симферопольского района произошло возгорание леса. К счастью, условное. Причина – ветер и засуха, которая чревата палами сухой травы. В зону ЧС попали три села Белогорского района с общим населением более 500 человек. Прошла эвакуация местных жителей. Прибыли сотрудники лесопожарных формирований Симферопольского района. Параллельно с этим руководитель ведомства провел заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности для координации сил и средств, которые также приняли участие в тренировке. Тушили лесной пожар не только с земли, но и с неба. Благодаря новейшим беспилотникам спасатели промониторили обстановку зоны ЧС, а вертолет Ми-8 сбросил воду в очаг пожара. Ситуация условная, однако заключительный этап всероссийского крупномасштабного учения с органами управления и силами территориальной подсистемы РСЧС прошел успешно. Сегодня были отработаны такие вопросы, как организация управления силами и средствами при ликвидации и чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, организация взаимодействия, практические навыки по тушению условного пожара. Таковы новости сегодняшнего дня. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас на подъеме, это всем видно, что все только начинается. Сейчас и идут строительства и моста, и строительства дорог, и строительства аэропорта. Это инфраструктурные объекты, но помимо этого все вокруг начинает оживать. Какую отрасль бы ни взять, будь то сельское хозяйство, будь то индустрия гостеприимства, все нужно строить. Это уже третья выставка в этом сезоне, а по счету вообще это седьмая строительная выставка «Строекспо-Крым». На выставке представлено порядка 150 компаний, насыщена деловая программа, у нас появилась новая территория для свободного общения, где приглашаются очень интересные спикеры, лидеры отрасли, для того, чтобы они поделились своим опытом, какие-то мастер-классы провели. Главное преимущество, что она территориально расположена в Крыму, и это для меня, для министерства место, где я могу получить, и министерство может получить информацию, обратную связь фактически и с потребителями, и с производителями. Это самое главное. Компания «Успешные люди» собственным примером доказывает, крымский производитель может составить серьезную конкуренцию материковым компаниям. Предприятие базируется в Симферополе. В Симферополе и в Керчи у нас расположены производства, а работаем мы, в общем-то, у нас география очень широкая. От Керчи до Джанкоя, Черноморского, Оленевки. И вот у нас сейчас одновременно в Оленевке есть объект, на котором ведутся работы, и в Керчи есть объект, на котором также ведутся работы. То есть мы абсолютно по всему Крыму выезжаем, везде работаем. Компания «Юникорн» составит серьезную конкуренцию не только крымчанам, но и материковым производителям. Сегодня фирма готова выйти на республиканский рынок. Компания «Юникорн» существует с 2004 года, берет свое начало с Дальнего Востока. Компания занимается продажей и обслуживанием грузоподъемных механизмов, в частности башенных кранов, которые уедите здесь. Основное наше преимущество, то, чем мы отличаемся от многих других, это наличие склада именно в региональном территории. То есть мы заходим с того, что открываем склад, для того, чтобы нашим партнерам в лице потребителей было бы удобно все форс-мажорные моменты, которые случаются всегда на стройке, закрывайте в течение суток. Выставка «СтройЭкспо Крым» откроет свои двери для потенциальных сотрудников. Вплоть до 23 апреля в рамках мероприятия организована насыщенная программа. Для всех возможных участников организован бесплатный трансфер. Все экспоненты представлены в отеле «Ялта Интурист».